Мне очень нравится то, что в своих выступлениях вы не соглашаетесь с высказыванием буддистов. Точнее, я не уверена, но я думаю, что это высказывание буддистов. Страдания не существуют. Разве я когда-либо говорил, что не соглашаюсь с этим высказыванием? Уверена, что да. Да? Ну ладно. Это вы пытаетесь уйти от ответа на вопрос? Нет, нет, конечно, нет. Просто напомните мне, пожалуйста, когда я говорил, что не соглашаюсь с высказыванием. Высказывание «Никогда не было страданий, потому что никогда не существовало никого, кто мог бы страдать». Вы согласны с этим или нет? И да, и нет. Это мой вопрос, потому что, когда вы говорите, что король Лир никогда не существовал, у меня складывается впечатление, что вы повторяете это же высказывание, только другими словами. Необходимо быть очень осторожным, делая такое заявление. А потому, возможно, что я это говорил. Но не следует вырывать эту фразу из контекста. В наших разговорах я всегда стараюсь представить как можно более понятный контекст касательно того, что я рассказываю. Но иногда я, наоборот, не предоставляю контекста, полагаясь на понимание людей. А потому, возможно, что в одной из наших прошлых бесед в качестве ответа на чей-то вопрос, который, скорее всего, был основан на поверхностном убеждении, «Страдать в этом мире некому». Я раскритиковал это выражение, чтобы подтолкнуть человека к тому, чтобы он, основываясь на своём собственном опыте, принял тот факт, что люди страдают. При таком развитии событий получается, что я не соглашаюсь с высказыванием буддистов. Страданий не существует, потому что нет тех, кто бы страдал. Но, как видите, получается, что я не соглашаюсь с этим высказыванием только в определённом контексте. На следующий день кто-то может мне задать вопрос и подробно рассказать, почему он или они пришли к заключению о том, что страдают. И в таком случае я могу ответить, вместо того, чтобы перечислять очевидные причины, по которым вы заключили, что вы страдаете, лучше сконцентрируйтесь на человеке, который страдает. Поймите, что именно вы одиноки, грустны, пристыжны, нелюбимы, виновны. И если вы попытаетесь найти в себе этот временный ограниченный центр сознания, то вам это никогда не удастся. Другими словами, когда мы поймём и почувствуем, что не существует никакого обособленного «я», что это обособленное «я» — это всего лишь временное ограничение, мешающее настоящему и единственному «я» достичь бесконечного лимитированного счастья сознания. Только тогда мы сможем сказать, страданий не существует и нет тех, кто страдает. А потому эти два утверждения страдания существуют, и наши страдания очень даже реальны. И утверждение «страдания не существует», и человек, который страдает, заблуждается. Оба правдивы. Поскольку вы мне только что запретили использовать аналогию Джона Смита и Короля Лир, я приведу другую аналогию. Первое утверждение, говорящее нам о том, что страдания существуют и есть те, кто страдают, будет правдой с точки зрения полицейского. Второе утверждение, которое говорит, что страданий не существует, потому что нет того, кто бы страдал, будет правдой с точки зрения голого человека. А потому всё зависит, от чьего имени мы говорим. Оба утверждения правдивы. Я ответил на ваш вопрос? Не совсем, да? Да, вы ответили на вопрос, но дело в том, что что-то во мне всегда не согласно с этим высказыванием, просто потому что каждый день мы наблюдаем так много страданий в мире, и мы просто видим, что страдания существуют. Я с вами абсолютно согласен. Как люди мы страдаем, и этого нельзя отрицать. Глупо было бы это отрицать. Именно поэтому я никогда на автомате не отвечаю на вопросы о страданиях фразой «Страданий не существует, потому что нет людей, которые бы страдали». Это звучит очень похоже на учение о недвойственности. Но если человек этой фразой отвечает на каждый вопрос о страданиях, то это выдает тот факт, что он выучил данное учение через концепцию недвойственности на YouTube или в книжке, а сути его не понимает. И это нельзя назвать настоящим изучением концепции недвойственности. Учение недвойственности не сводится ни к какому набору идей и свободно от каких-либо предписаний. А потому в одно мгновение мы скажем «Страдания существуют, ваши страдания очень даже реальны». А пять минут спустя скажем «В конечном счёте страданий не существует, потому что тот, кто страдает, на самом деле не является тем, кем он себя считает». Поэтому я считаю, что нужно быть особенно осторожным с такими высказываниями, особенно в наши дни, когда учения больше не проводятся, так как это было 100-200 лет назад. Раньше это происходило в закрытых сообществах, маленьких закрытых сообществах, которые возрастали вокруг учителей. Когда большинство людей являются постоянными учениками, нет необходимости начинать учение с нуля, применительно каждому ответу, поскольку эта небольшая группа, образованная вокруг учений, уже постигла все основы, а потому нет необходимости педантично объяснять все шаг за шагом. Но сейчас все по-другому. Учитель говорит что-то, и уже 10 минут спустя миллионы людей могут посмотреть его выступления на Ютубе. А потому я считаю, что учитель всегда должен идти в ногу со временем и брать на себя ответственность, понимать, что в наше время все по-другому. Если кто-то опирается на высказывание, то необходимо его понимать и быть готовым объяснить. То, что вы только что сказали, тот, кто страдает, не является тем, кем он себя считает. Это определённо отличается от высказывания «Не существует тех, кто страдает». Да, вы правы. Значит, в этом и заключается нюанс. Вы абсолютно правы. В учениях Нео Адвайта мы часто встречаемся с утверждением «Никого не существует, реальность и нет». Здесь нет никого. Естественно, это нонсенс. Спасибо. Теперь бы я хотел это объяснить, потому что именно это одно из тех утверждений, которые может сбить людей с толку, если попадёт на Ютуб без объяснения. Именно потому теперь я должен объяснить, что я имел в виду. Давайте предположим, что имя человека, утверждающего «здесь никого нет», ну, например, его зовут... А вот теперь мне точно надо быть очень осторожным. нужно придумать имя, которое бы не соответствовало именам моих знакомых. Может, кто-нибудь мне подскажет? Оли. Спасибо. Я точно не знаю никого под этим именем. Отлично. А теперь давайте предположим, что кто-то в этом зале по имени Оли является приверженцем Нейу Адвайты и в разговоре с ним пытается донести до нас утверждение. Здесь никого нет, никого не существует. мы продолжаем беседу, и спустя какое-то время сюда в зал заходит представитель страхового агентства и говорит, «Простите, что прерываю, но нет ли среди вас человека по имени Олли?» В ответ на это Оли поднимает руку. И почему же именно Оли, а не кто-либо из нас поднял руку? Если бы не существовало ничего, что было бы связано со словом «Оли», то он не поднял бы руку. Никто из нас не поднимает руку, это делает именно Оли. А значит, есть что-то, что относится к слову Оли, и это что-то является опытом именно этого человека. Теперь представим, что Оли решил все проблемы, вернулся в зал, после чего начинает говорить и снова утверждает, «Здесь никого нет, никого не существует». Как видите, это нонсенс. Я согласен с тем, что то, что является основой человеком, а Оли, точнее, то, чем он себя считает, не сводится к мыслям, чувствам, действиям и отношениям, которые относятся к этому конкретному телу и разуму. тем не менее, существует «я», если мы можем, конечно, его так называть. Другими словами, существует нечто, на что отсылается Оли, когда говорит «я». И это «я», находящийся в Оли, может понимать, что оно ничем не ограничено, а значит, оно не ограничено рамками тела и разума Оли. Но тем не менее, существует нечто, что говорит «да», когда кто-то произносит его имя. Что это? Что говорит «да», когда кто-то произносит имя Оли? Чем является это нечто, что заставляет говорить «да», «здесь», когда кто-то произносит имя Оли? Сознание. Именно сознание является этим нечто. И даже когда Оли, приверженец Нио Адвайта, говорит «здесь никого нет, никого не существует», что он имеет в виду под словом «здесь», когда он говорит слово «здесь», он имеет в виду это местоположение. Но ведь именно обособленное «я» является местоположением сознания. А потому, если он говорит «здесь никого нет», то получается, что он противоречит самому себе. Потому что, если бы не было никого, то «здесь» тоже бы не было никого. Ничего бы не существовало здесь. А потому говорит, что здесь никого нет, это противоречит своему же высказыванию. Существует некто или нечто, что, кажется, находится в этом теле. Это именно то, чем мы себя называем. И нам кажется, что сами мы находимся внутри, а значит, и делим пределы и судьбу этого тела. А потому, если мы детально рассмотрим это «я», мы обнаружим, что никакие пределы нашей мысли и восприятия на самом деле не относятся к этому «я». «я». А потому в нас есть нечто неуловимое и неограниченное, и это «я», всех «я». Это нечто находится вот здесь, пока мы имеем наше физическое воплощение. Именно поэтому необходимо быть очень осторожным, когда мы цитируем высказывания «Страдания не существует, здесь никого нет, никого не существует». Эти высказывания очень похожи на те, с которыми можно встретиться в концепциях о недвойственности. Их можно считать правдивыми в какой-то степени, но необходимо соблюдать предельную осторожность, оперируя этими выражениями. Особенно в наши дни, когда высказывания кого угодно очень быстро распространяются в интернете, и во многих случаях люди сталкиваются с этими выражениями, не видя контекста или не имея полного понимания, которое позволило бы им осознать, о чем идет речь. Именно поэтому это приводит к тому, что люди заблуждаются, а концепция недвойственности приобретает такую плохую репутацию.